Недельная глава Торы Но почему Творец обрушил на свой мир такое страшное наказание? Они говорили, уйди от нас, зачем нам тебе служить? И укрепились в служении идолам. Также они стали убийцами, а их развращенность была похожа той, что процветала в нечестивом городе-сдоме. И вслед за ними также испортили свои пути и звери, и животные, и птицы. И вот я наведу потоп. Вода будет на земле, чтобы истребить из-под небес всякую плоть, в которой дыхание – жизнь. И Ашем повелел Ноху посадить большие-большие деревья, чтобы когда они вырастут, сделать из них ковчег. И в него придут все звери и животные, которые не исказили свои пути. А сколько же лет Нох строит этот ковчег? Может быть, три года, пять лет? Сто двадцать лет Нох строит ковчег. Но злодеи его поколения приходили к Ноху и спрашивали, «Нох, что это ты здесь делаешь?» И Нох им объяснял, «Если вы не исправитесь и не раскаетесь, то потоп смоет все живое». Но люди не слушали Нох, они насмехались над ним. И вот Нох построил ковчег по слову Творца. И к нему со всех сторон начали приходить парами все звери, которые не испортили свои пути. Все вошли в ковчег. 17 марки Швана 1656 года от сотворения мира начал идти дождь. Сперва он только накрапливал. И если бы люди поколения потопа раскаялись, то дождь мог бы стать благодатным и прекратиться. Но со мной и верили и не верили, что Творец исполнил свое обещание. И так он стоял вне ковчега до тех пор, пока вода не дошла ему до ладышки. И так ковчег плавал по воде целый год. Но, наконец, вода стала постепенно уходить. И вот ковчег остановился на вершине высокой-высокой горы Арарак. Святая книга Зор говорит, что когда вышел Нох из ковчега и увидел мир, покрытый болотом, грязью, он обратился к Творцу и спросил его, «Творец, зачем ты уничтожил твой прекрасный мир?» И ответил ему Творец, «Нох, нох, нох». В тот момент, когда я обратился к тебе и сказал, что весь мир будет смыт потопом, и только ты останешься один, «В этот момент ты обрадовался в сердце твоем и не просил за весь мир. Сейчас ты обращаешься ко мне поздно». И тогда Нох обратился к Творцу с молитвой, «Господин Вселенный, прошу тебя, никогда больше не посылай потоп на землю». И Творец принял его молитву, «Обещаю тебе, что второго потопа на земле не будет, а в качестве знака я помещу на небе радугу». С тех пор время от времени радуга появляется на небе, чтобы напомнить нам, что несмотря на все наши грехи, Ашем не станет нас уничтожать. Субтитры создавал DimaTorzok